Баку и Бангкок намерены углубить двустороннее сотрудничество. Для этого страны имеют достаточный потенциал. За последние 10 месяцев достигнуты значительные результаты в этом направлении. Об этом говорилось в ходе визита в Бангкок азербайджанской рабочей группы по межпарламентским связям с Таиландом во главе с депутатом Руфатом Гулиевым. К концу этого года вопрос решен о визе с Таиландом. Теперь не надо будет отсылать документы в Анкару. Это будет электронная виза, которая будет получаться. И будет очень легко людям, нашим гражданам, ехать в Таиланд. Второй вопрос стоял – это создание, разработка проекта полетов Баку-Бангкок. У нас были встречи с турецкой группой, дружбы. И мы договорились, что если будет возможность, исходя из того, что турецкие авиалинии каждую неделю 27-28 рейсов выполняют Таиланд, то могли бы скайперироваться Азал и Турчавайолары, чтобы организовать полеты Баку-Бангкок. Прошли продуктивные обсуждения возможности укрепления межпарламентских отношений Баку-Бангкок и увеличение двусторонней торговли. Состоялись встречи с членами парламента Таиланда и представителями других структур. Нас принял заместитель министра странных дел. У нас была конференция. Состав был тайская сторона, далее азербайджанская сторона и турецкая сторона. То есть вот такие вот международные встречи были. Нас принял президент тайского фонда по поощрению экономической активности. С ними у нас тоже были очень интересные обмены мнений. Они тоже заинтересованы в развитии. Но самое главное, я хочу отметить, что у нас была большая встреча с председателем парламента Таиланда, который фактически является вторым лицом после короля Таиланда. Азербайджан и Таиланд могут наладить сотрудничество в таких областях, как устойчивое сельское хозяйство, производство продуктов питания и экологически чистая энергия, а также, разумеется, в туристической индустрии. Нам интересны их сельскохозяйственные проекты. Значит, чтобы вы знали, Таиланд входит в мировую тройку по экспорту и обеспечению собственной страны продовольствием. Это очень важно. Значит, у них самые высокие технологии в мире по развитию агробизнеса, агропромышленной отрасли. Далее, по производству морских продуктов. То есть, для нас это важно. Почему? Потому что мы тоже морская страна, мы тоже хотим развивать морские продукты. То есть, в экономическом плане, почему-то, когда говоришь о Таиланде, у всех на уме туризм. Да, туризм тоже интересен, для тайцев тоже интересен. Стороны обменялись мнениями о потенциале и направлениях укрепления двусторонних связей, их развитии, а также о возможностях сотрудничества в сфере продовольствия, технологий и туризма. У них есть интерес к Азербайджану. Тем более, мы рассказали, что Азербайджан входит в страны СНГ, где, так сказать, таможенные и налоговые льготы есть. Это им стало очень интересно. Ну, вы представьте, они поставляют продукты из Таиланда в Россию, скажем, или в Казахстан. Таможенные сборы, плюс транспорт очень дорогой. А тут они заинтересовались, сказали, почему нам не проводить сельскохозяйственные большие проекты. Нам интересны их технологии. У них очень высокие технологии, очень продуктивные, эффективные технологии. По мнению депутата, сейчас заложен плодотворный фундамент межпарламентских отношений. Истороны намерены предпринять все необходимые меры для дальнейшего развития связей. В прошлом году представители Королевства Таиланда в ходе деловой поездки в Баку провели переговоры с делегацией азербайджанских депутатов.